Здравствуйте! В эфире программа «Герои нашего времени». Сегодня в гостях на ТВ-6 и Археи ТВ граффити и мурав-художница Инна Берегой, более известная как Изи извне. Инна, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас у нас в гостях. Спасибо, что позвали. Знакомьтесь, Инна Берегой, более известная как Изи извне. Родилась 7 октября 1990 года. В 2013 году окончила факультет бизнеса и управления Международного независимого университета Молдовы. Своим главным достижением считает работу в платформе Urban Spirit Family, организации, которая занимается развитием хип-хоп-культуры. Замужем. Увлекается парашютным спортом. В сентябре этого года художница представила свой новый проект, посвященный женщинам-представительницам всех профессий. Все-таки, что ближе, Изи извне или Инна Берегой? Больше меня знают по псевдониму Изи извне. И это то имя, на которое я работаю уже последние 10 лет. И как бы меня больше узнают именно по этому имени. А так я больше, наверное, в интернете известна как Инна Желязкова, это моя фамилия. Но с недавних пор я стала Берегой, потому что вышла замуж. Поэтому берите то, что удобнее. Я поздравляю вас с последней вашей работой. Уже можно увидеть по улице Досовтей, рядом с троллейбусным парком, как вообще зародилась идея новой работы, которая также связана с темой равноправия. Мы сейчас участвуем в одном очень большом проекте. Проект на тему прав человека и гендерного равенства. И в рамках этого проекта мы делаем очень много разных мероприятий. Начали в начале июня. И в этот проект входило, мы уже провели 27 воркшопах по граффити в разных селах Молдовы. То есть мы где только не были уже, в самых отдаленных местах, где у детей даже нет доступа в интернет. Это, например, какие? В основном мы ездили по Кагульскому району и Унгенскому. То есть там самые разные локации были. И там у детей нет интернета? Не везде, да. Семьи неполноценные. То есть мы именно работаем с детьми и молодежью, которые... То есть не как в Кишиневе уже все перенасыщены информацией, все могут заниматься чем угодно, есть всякие кружки и так далее. А именно ездим к детям, у которых этого нет. У них есть школа, допустим, работа по дому и так далее. А вот что-то такое новое, интересное, как хип-хоп-культура, как граффити, это они об этом узнают впервые. И в рамках этого проекта мы делали 27 воркшопов по всей Молдове, делали 5 саммер-кэмпов. В рамках этого саммер-кэмпа мы обучали детей диджейскому искусству, хип-хоп-танцам, брейк-дансу, граффити-искусству, эмсиингу. То есть все это элементы хип-хоп-культуры. И сейчас уже осталось, опять же, в рамках этого проекта, мы в планах у нас два мурала на эту тему. На тему прав человека и гендерного равенства. По поводу мурала на досовтей, основная тема – это поддержка женщин. Мы хотели изобразить женщин в разных профессиях. У нас есть такой стереотип, что особенно у людей постсоветского пространства, то, что место женщины на кухне, и что это ее главная обязанность в жизни – заниматься семьей, заниматься готовкой, уборкой и так далее. И почему-то у нас так принято, что это только женская обязанность. Да, мы ломаем эти стереотипы, то, что если в семье работают оба, и мужчина, и женщина, то точно так же они оба должны заниматься детьми, заниматься уборкой, готовкой и так далее. Но при этом, есть ли такое понятие, как мужская и женская профессия? По-вашему. Мы за то, что, опять же, никто не говорит теперь, что женщина должна пойти и работать на физически сложной профессии. Ну, конечно, я не представляю, женщину грузчиком. Да, или мужчина теперь обязан посвящать себя каким-то там, скажем, женским профессиям. Но мы за то, что у каждого из нас есть право на это. Если вы родились женщиной, которой хочется, допустим, быть грузчиком, и вот она физически сильная и так далее, то она должна иметь право это делать. До недавнего времени в Румынии женщинам не было разрешено становиться водителями метро. Вот почему? Почему у женщин не было такого права? Честно, я не знала. Вот, почему у женщин не было такого права, если это физически несложная профессия. И таких профессий, на самом деле, очень много. И почему? Какие были аргументы? Нет аргументов на эту тему. Точно так же, как у нас до недавнего времени не очень принимали и до сих пор немножко критикуют женщин за рулем. Хотя, казалось бы, физически это не так сложно. Руки, ноги у нас всех есть, мозги так же и так далее. Нет, есть стереотипы, да, женщины за рулем, что это всегда хуже, чем мужчины. Хотя, по статистике, женщины намного более аккуратные водители, и мужчины намного чаще попадают в аварии. Более ответственные. Более ответственные, да. Сталкивались ли вы лично, например, с каким-то неравноправием? Я лично вот хочу для себя понять, где та грань феминизм и равноправие? Это тоже относится к феминизму. Единственное, что есть слишком радикальный феминизм. К этому я не отношусь. То есть я не пропагандирую какие-то такие супер радикальные вещи. Да, все-таки женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Женщина – это у нас цветок красивый. Да, мужчина – да, он более физически сильный. Забыло слово. То есть я ни в коем случае не говорю, что теперь женщины обязаны заниматься мужской работой, а мужчины – женской и так далее. То есть не об этом идет речь. А опять же о том, что у нас должно быть право выбора. То я напрямую сталкивалась с темой неравноправия, даже по своей профессии. Например, как? Ну, например, у нас до недавнего времени, даже до сих пор можно сказать, что в граффити-культуре у нас в Молдове я единственная девочка. И сейчас есть уже молодое поколение, уже больше девочек появляется. И у нас на воркшопах на самом деле намного больше девочек, чем мальчиков, что не может не радовать. Но до недавнего времени я была единственная. И я сталкивалась с каким-то таким пренебрежением в этом плане. Может быть, даже немножко буллингом, можно так сказать. Просто потому, что я физически слабее, и я не могу дать сдачи таким способом, допустим. Мне приходилось решать эти проблемы как девочка, то есть более интеллигентно стараться это сделать. Как-то так. А по вашему вопросу, по твоему вопросу... Можно, надо, можно, надо. Как пришла в граффити? Все изначально началось с любви к хип-хоп-культуре. К хип-хоп-культуру, для тех, кто не знает, расскажу, входят четыре основных элемента. Это граффити, рэп, или называется правильнее эмсинг, диджеинг и брейк-данс, танцы. Брейк-данс, хип-хоп и другие разновидности. И я когда-то в 2007 году стала рэпером, начала делать... Было и такое. Да, было и такое. С этого начиналось мое познание в хип-хоп-культуре. И потом, когда я узнала, что это целая культура, и что туда входят разные элементы, мне захотелось все попробовать. И когда я пришла в граффити, я прям влюбилась в это. То есть сама атмосфера, сама романтика улиц, то есть то, как краска ложится на стену. То есть мне именно это понравилось. И я до этого даже не любила рисовать, никогда не рисовала и не умела это делать. И мне просто влюбилась именно в сам процесс рисования на стенах. И до сих пор для меня это именно важно, само рисование на стенах. Ну, наверное, не могу не спросить. Можете зачитать сейчас какой-то? Нет, конечно. Нет? Почему? Нет, нет. Я закончила этим заниматься лет 8 назад где-то. То есть это действительно было очень давно. То есть сейчас это вообще никак не нравится? Ну, в душе где-то рыпую за рулем, когда я сижу, но так на публику точно не буду. Но вот на чем легче рисовать? На стене или на холсте? Все зависит от человека, от самого художника, но, опять же, у меня страсть именно к стенам, к масштабным работам. Я могу холст делать целую неделю и большую стену. Вот я делала во Франции, там 8-этажное здание, я делала ее за неделю тоже. То есть у меня такой стиль, что там не зависит от того, какой масштаб. Чем меньше масштаб, тем там все равно такая же детализация. Поэтому я все равно затрачиваю много времени как на холст, так и на большую стенку. Физически, конечно, сложнее делать стены. Я когда делаю там большие какие-то масштабные работы, работаю вместе со своим мужем. Он мне помогает какие-то вещи делать, которые физически очень сложные. То есть муж, он не просто муж, но еще и такой напарник и соучастник во всех таких бабушных детях. Да, при том, что он как бы не художник, но он хочет меня поддержать, когда мне нужно. А он чем занимается? Он в строительной сфере. То есть как бы тоже смежная такая работа. А бывало такое, что, возможно, сделали какую-то работу крутую, да? И кто-то говорит, что это все вандализм. Есть такое? Есть четкая грань между вандализмом и мурал-артом, да, то, чем я сейчас занимаюсь. И не обязательно, что любое граффити – это вандализм. И несанкционированное действие. Есть очень много граффити, которое сделано легально. И я начинала свой путь тоже с граффити и тоже когда-то делала его нелегально. И не могу этого стесняться, потому что это мой путь. Всегда старалась выбирать места, где я никому, так сказать, плохо не сделаю. То есть это какие-то заборы старые и без того грязные. То есть у меня была, наверное, самая моя знаменитая стенка – розовая сакура была в центре города. И там большими буквами я написала свой псевдоним и розовую сакуру нарисовала. После этого меня начали узнавать. Так, фишка этой стенки была в том, что она была очень старая, грязная. Там сыпалась штукатурка, там было много тегов разных. И я ее преобразила. И поэтому она так сильно выстрелила. То есть не всегда граффити – это какой-то вандализм. Не всегда граффити – это какой-то бунт и призывает сделать что-то плохое людям. Наоборот, оно может облагораживать. Но, как правило, молодежь, которая начинает заниматься граффити, от чего вообще происходит такое желание? Все, опять же, зависит от художника, от человека в частности. То есть у меня это было так, от любви к хип-хоп культуре. То есть мне именно это понравилось. Мне понравилась атмосфера улиц, то, как рисуется на стенах и так далее. Кому-то просто хочется, не знаю, таким образом самовыражаться, показать то, на чем основана граффити культура. Это написать свой псевдоним или псевдоним своей команды. И изначально… То есть псевдоним важнее самой работы? Не всегда. Опять же, все зависит от художника. Но изначально зарождалось это именно так. То есть это случилось в Америке когда-то давным-давно, в 80-х годах. Один из первых художников, Таки 183, у него был такой псевдоним, он работал почтальоном. И по своей работе у него была возможность путешествовать по всему городу. То есть он постоянно был везде. И почему-то в какой-то момент ему пришло в голову начать писать свое имя там, где он проходил. И в какой-то момент просто все проснулись и поняли, что все знают Таки 183, но никто не знает, кто это, что это, что там происходит вообще. И другие молодые ребята подхватили эту идею и начали точно так же делать. Тогда это были просто теги, то есть просто надписи. Потом это начало развиваться в более большие буквы, то граффити, которое мы видим сейчас. Так это и зарождалось. То есть изначально идея вообще граффити – это показать, что вот я здесь был, либо вот наша команда здесь была. Поэтому опять же вернемся к вопросу, что побуждает молодых людей этим заниматься. Все зависит от художника, от возраста, от того, что у него в голове и так далее. Но чаще всего, если они начинают заниматься этим в каком-то раннем возрасте, то это какие-то амбиции. Показать, что вот смотрите, я здесь был. Доказать родителям, наверное, что они чего-то стоят. Может быть, не родителям, но своим сверстникам, так сказать. Родителям немного по-другому доказывают. Вот вы ездили когда вот по селам. Какие проблемы вы видели? На чем надо работать? Очень большая проблема у нас в менталитете – это то, что если ты ребенок, то тебе надо помолчать, потому что ты ничего не знаешь, ты здесь ничего не заработал, как любят говорить родители. Вот вырастешь, поймешь и так далее. И психологически это очень сильно откладывается. И такие дети, на которых это сильно влияет, могут вырасти либо агрессорами, потому что их не слушали в детстве, либо наоборот очень забитыми детьми. И это проблема в нашей менталитете на самом деле. Есть ли работа, за которую стыдно? У меня. Сегодня? Сегодня. Вот смотрите и так думаете. А, боже мой, это была я. Наверное, настолько нету. Каждая моя работа – это так или иначе мой следующий шаг. И благодаря этим работам, даже если они были плохими, хотя вот прям настолько не вспомню, но даже если они были там не шикарными, это все равно мой какой-то шаг, частичка меня. И благодаря этому я такая, какая сейчас. Как относились к критике? К критике? До определенного момента, наверное, любой человек в своей жизни плохо воспринимает критику, пока не начинаешь понимать, что важно то, что ты думаешь. И никто вокруг тебя не знает, что для тебя на самом деле нужно в этой жизни. То есть, когда начинаешь развиваться, когда начинаешь идти вперед, самое, наверное, неприятное – это то, что люди, которые находятся близко и которые якобы твои друзья позиционируют себя как твои друзья, начинают тебя каким-то образом тормозить, подрезать крылышки, намекать на то, что не такая уж ты уникальная и почему у тебя должно получиться что-то лучше, чем у других. И с такими сталкивалось очень много. То есть, критика, она, по-вашему, все-таки больше тормозит? Есть люди, которых, наоборот, она провоцирует дальше, вот еще больше развиваться? Меня провоцировало дальше, то есть, наоборот. И мое важное решение в жизни – это не слушать никого, слушать только себя, потому что, действительно, только я знаю, чего я хочу от этой жизни, где я хочу оказаться через 5-10 лет, и только я знаю, как туда дойти. И в моем случае, там, критика какая-то конструктивная, она очень даже помогает. Неконструктивная, она начинает злить изнутри и, опять же, дает какой-то толчок. А кто-то человек, который может сказать «стоп, пересмотри, например, свое видение». Ну, я единственный человек, наверное. Не слышите вот никого? Не дело в том, что не слышу и не вижу никого, а в том, что это моя жизнь, она у меня одна, и я четко знаю. Вот я из тех людей, кто прям 100% знает, чего я хочу. Очень мало, на самом деле, людей таких. Часто люди жалуются о том, что у них в жизни что-то не так, неблагополучно, нелюбимая работа, нелюбимые партнеры и так далее. А люди, по сути, не ставят себе четких целей. Они не знают, чего они хотят. Они не слышат себя. Вот я тот человек, который изначально себя слышит, я знаю точно, что я хочу, и какими бы невообразимыми бы не были мои мечты, и желания, и цели, я иду к ним. А есть ли такая нереализованная задумка-мечта? Есть, но, наверное, не буду озвучивать, потому что она пока нереализованная. И скорее она не то, что... То есть она возможная реализованная? Она возможная, да. То есть я к ней иду. У меня есть, на самом деле, много целей, которым я все еще иду, и обычно до того, как я до них дохожу, я не озвучиваю. А невозможные есть? Есть такие, которые кажутся кому-то невозможными, но я на 100% уверена, что у меня достаточно потенциала, и в любом из нас достаточно потенциала, чтобы просто переворачивать мир с ног на голову. Кто-то человек, который в вас поверил в свое время? Муж, наверное, да. То человек, который мне... Это было сколько лет назад? Ну, мы уже лет 5 вместе где-то, 5 или 6, наверное, да. То человек, который меня не тормозит, то есть это именно те отношения на редкость, когда мужчина просто полностью поддерживает женщину и не подрезает ей крылышки для того, чтобы она осталась дома, ухаживала за ним и так далее, а максимально меня поддерживает, помогает. Есть только одна вещь, которую он мне запрещает. Какая? И мне тоже, опять же, не расскажу, но... Так и честно. Да, я очень скрытный, на самом деле, человек. Есть одна вещь, которую он мне запрещает, и это очень тесно связано с большим риском для жизни, и именно поэтому он мне ее запрещает. Вот, и это и сразу пришло, как первая ассоциация, это, там, прыгнуть с тарзанки, к примеру. Ну, с тарзанки я прыгала, но похожая вещь, на самом деле, да, из этой области. Вот, и это единственное, где я там понимаю, почему это он, как бы, ну, не хочет прислушивать. Да, и это единственный случай, когда вот все-таки слышите, да? Да, 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 потому что, ну, родной человек, понятно, что он за меня переживает. Вот если так подумать, проанализировать, то вы говорите о том, что, да, женщина – это все-таки не тот человек, который, там, сидит только на кухне, занимается детьми, себя бы, вы в какой-то период представляете, как женщину, которая вот в какой-то период хотя бы посвящается полностью семье? Забывая о творчестве на какой-то период? Вот настолько нет, чтобы я забыла обо всем, нет, но точно придет тот момент, когда у меня родятся дети, и я обязана буду в какие-то пару лет посвятить себя только детям, но я точно знаю, что я полностью не отойду от дел, и я уже сейчас готовлю для себя почву для того, чтобы потом, когда случится этот момент, мне было легче этим всем управлять. А на сколько лет вы себя чувствуете в душе? О, там… Если честно. В 18 где-то. Мне на самом деле вот скоро 31 будет, но чувствую себя прямо на 18. И начиная с 27 лет, я начала… Ну вот вернемся к теме того, что я говорила, что я четко знаю, чего я хочу от жизни, знаю, чего я хочу, куда иду и так далее. Вот это началось у меня в 27 лет. И начиная с 27 лет, каждый следующий год я чувствую себя все моложе, все лучше, все красивее, все… Моложе куда? Да. Моложе, чем 18? Моложе… То есть, изначально так 20, 19, 18, или как? Ну, в том плане, что я говорю, что начиная с 27 лет, у меня как-то все настолько пошло в гору, я начала ощущать себя правильно, я начала хорошо зарабатывать, я начала чувствовать себя намного красивее, чем я там раньше себя чувствовала. И с каждым годом у меня все лучше и лучше. И я надеюсь, что так и будет продолжаться. А что вот делает женщину неотразимой? А внутреннее состояние. Энергия? Внутренняя энергия, да. То есть, она должна быть счастлива от того, что ее окружает, счастлива от любимой работы, счастлива от любимого молодого человека или мужа, да, поддержки, которую он ей оказывает и так далее. И когда она светится изнутри, она и снаружи неотразима. А для того, чтобы светиться изнутри, нужны все вот эти компоненты. И это, наверное, к любому человеку относится, не только к женщине. То есть у меня, слава богу, как-то так получилось, что все это сложилось к сегодняшнему возрасту. Помимо темы равноправия, какие темы еще интересуют? И вот, наверное, такие наболевшие. Наверное, самая главная на самом деле тема, которая меня вообще с детства интересует, эта тема животных и эксплуатация их в целях людей. Я с детства вегетарианка. Я только хотела спросить. Да, да, это я с детства вегетарианка. И это был мой личный выбор. То есть где-то в 6 лет примерно я поняла, что такое мясо и как оно добывается. То есть осознала и перестала кушать мясо, несмотря на уговоры родителей и так далее. Обычно родители наоборот. Если они вегетарианцы, они приучают детей быть тоже вегетарианцем. А тут в 6 лет родители были против, а вы были за. Да, да, да. Ну да, и там разные на самом деле были истории. Меня пугали, что я умру скоро, потому что в то время никто еще не знал, что на самом деле вегетарианство – это здоровый образ жизни. Думали, что действительно у меня будут проблемы со здоровьем, будут ломаться кости, падать зубы и так далее. И я росла даже с этой мыслью, что, скорее всего, так оно и будет, раз родители так думают. Но вот здорово и все нормально. То есть тема животных все-таки ближе всего. Да, да, да. Это с детства просто я до сих пор не понимаю, почему именно так это происходит в мире. Я даже в какой-то момент научилась, то есть перестала кому-то навязывать идею, там, вегетарианство, допустим. Да, я поняла, что, ну, то есть это выбор каждого, но как минимум ты должен уважительно относиться к тому, что ты ешь и к тому, что кто-то отдает свою жизнь для того, чтобы тебе было лучше. А к цирку как относитесь? Я не хожу в цирк. Против? Ну, конечно, ужасно отношусь. Есть много аспектов, где эксплуатируются животные. Там вот еда, вещи, обувь, цирки, лаборатории. И вот один из этих аспектов – цирк – это ужасно. И я не понимаю, почему кому-то весело от этого, ну, то есть почему это должно кому-то нравиться. Зоопарки, цирки, вот этот аргумент, что, ну, а где мои дети увидят этих животных? По телевизору увидят. Зачем держать кого-то в клетке всю жизнь для того, чтобы твой ребенок это увидел? И потом мы жалуемся, что у нас жестокий мир, что у нас люди жестокие. Если ребенок растет в любви к животным, даже вот изначально, если у маленького ребенка есть кошечка, собачка, хомячок, кто-то, какое-то домашнее животное, совсем по-другому человек растет. Он что-то заботится, не быть эгоистом. И то, что он видит от своих родителей, то он принимает и для себя. И если мы вводим ребенка в тот же цирк и зоопарк, где жестоко обращаются к животным, почему мы потом ждем от этого ребенка, что он вырастет нормальным человеком, добрым, заботливым и так далее? То есть в плане своих детей вы будете, наверное, даже отчасти настаивать на том, что цирк, зоопарк плохо, вегетарианство хорошо? В плане еды я думаю, что я не буду настаивать. Это все-таки должен быть выбор каждого. Но понятно, что с своей стороны я сделаю все для того, чтобы им объяснить, что это такое. Давайте дополним предложение. К чему я пришла в этой жизни? К чему я пришла в этой жизни? К тому, что мы все приходим в этот мир для того, чтобы быть счастливыми. И когда вы умрете, вас Бог, кто верит в Бога, вас не спросят о том, сколько ты работал, где ты, сколько ты путешествовал, был ли ты женат или нет, были у тебя дети или нет. Как у нас там принято, что ты обязан иметь детей, обязан жениться, если там девочка до 25, не вышла замуж, что все там. То есть не это самое главное, а быть счастливым. А для того, чтобы быть счастливым, нужно себя услышать, понять, что тебе важно в этой жизни, в этом мире. И никого не слушать, потому что не всегда общество вокруг нас знает, что действительно нужно именно для тебя. Поэтому всем желаю просто услышать себя и жить так, чтобы именно вы были счастливы. При этом не ущемлять права других. Какой вопрос я себе часто задаю? Какой вопрос я себе часто задаю? Немного ли ты спишь, Фина? Давай работать. Бывают такие моменты, когда просто, ну, тут не в сне дело, а иногда хочется отдохнуть. И все равно, то есть у меня такая работа, что она не заканчивается в 5 часов вечера или в 6, как у остальных. А 24,7 у меня мозг думает именно о том, чем я занимаюсь. Потому что у меня много разных направлений, и иногда хочется просто там включить фильм или почитать книгу и отойти от этого. Но я не могу, потому что мне кажется, что я сейчас потеряю время, которое, ну, очень драгоценно. Мне всегда хочется идти вперед. На какой вопрос я так и не нашла ответ? Мне кажется, что я на все нашла. Как бы это сейчас не прозвучало, я даже для себя, ну, то есть главные вопросы там человечества, это там, как устроена Вселенная, что после смерти и так далее. Я даже на эти вопросы для себя нашла ответ, который мне близок. Может быть, это неправильно, ну, неправда. Все мы это узнаем, когда умрем, но для меня это что-то близкое. Инна, я благодарю вас за интервью. Желаю вам новых творческих успехов. Ну и, конечно же, новых крутых работ. Спасибо большое, что позвали. Было очень приятно. Сегодня в гостях у программы «Герой нашего времени» была граффити-художница Инна Берегой. Смотрите нас каждое воскресенье на ТВ6 и Архей ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин